это урок по джумла меня зовут федор васильев тема урока как установить шаблон на джума 4 казалось бы элементарное действие кажется зачем записывать такое видео но я напоминаю это урок для новичков и исходя из ранее заданных множество вопросов я наблюдаю что люди допускают просто элементарные ошибки не зная абсолютно даже азов каких-то элементарных действий и по сути никаких там проблем нет в большинстве случаев шаблон устанавливается просто надо знать некоторую специфику шаблонов когда вы где-то качаете или покупайте шаблон на что нужно обращать внимание вот как раз в этом видео информация как установить успешно шаблон это если например вот этот шаблон стандартный вам никак не понравился вам нравится какой-то другой и на примере бесплатного шаблона helix ultimate это по сути продолжение видео к предыдущему видео кто не смотрел обязательно посмотрите компания джум шейпер у них есть бесплатный шаблон для джума 4 сейчас я нахожусь на на ихнем сайте здесь надо быть зарегистрированным регистрация бесплатно чтобы скачать шаблон как я говорил template здесь вы увидите архив его и качаем вот нижние два момента это можем не качать в следующем видео как раз вот право quick start быстро старт покажу что это такое и так нажимаю напротив template download кнопка скачиваю сначала архив на компьютер шаблон сохранить и так архив вот у меня на компьютере смотрите внимательно самая главная ошибка новичков всегда смотрите какой архив вы скачали когда вы пытаетесь архив скачать сразу начать загружать на джума и у вас возникает какие-то ошибки первое что надо сделать откройте архив правой кнопкой мыши по архиву клику нажима открыть вы должны убедиться что нет внутри никаких архивов дело в том что некоторые разработчики начинают архивировать свой шаблон сразу с быстрым стартом с какими-то psd исходниками бывает такое что к шаблону идут дополнительные расширения компоненты плагины и это надо все отдельно устанавливать и они это архивируют в один архив и дает вам скачать вы пытаетесь его установить и у вас ничего не происходит в таком случае открываете вот так вот смотрите если здесь только архивы то есть внутри архива еще архивы то это надо распаковать среди этих архивов которые вы распакуете вы находите шаблон и также по нему правой кнопкой мыши смотрите еще примерно должна быть вот такая вот картина папки файлы и обязательно должен быть вот такой вот файл с точкой xml на конце это установочный файл вот он должен быть в архиве в корне этого архива не запакован внутри еще одного архива в таком случае установка не произойдет вот вы сейчас наглядно видите вот именно этот архив должен установиться никаких проблем быть не должно и еще один момент да когда вы шаблон скачиваетесь убедитесь в том что он поддерживает jumel 4 новую версию так как сейчас на момент записи очень мало шаблонов которые поддерживают jumel 4 так как jumel 4 вышла совсем вот недавно и так у нас вроде бы все готово к установке шаблона мы убедились том что шаблон не имеет внутри никаких вложенных архивах это действительно шаблон вот он один все пробуем установить теперь в админке сайта мы с вами переходим система расширения и воспользуемся загрузить файл пакета вот этой вкладкой да также какая может быть ошибка у вас еще шаблон весить 162 мегабайта в принципе немного но иногда бывает такое что шаблоны весит и по 7 и по 8 мегабайт у вас вот здесь может стать ограничение в 2 мегабайта это ограничение хостинга естественно вы такой архив установить не сможете об этом у меня уже был урок но я напоминаю вот это правиться на самом хостинге в php настройках php и не если вы не знаете обратитесь в техподдержку вашего хостера скажите что вам нужно вместо двух мегабайт выставить там 64 мегабайта ну в принципе вам вот этого хватит размера просто архив перетаскиваем вот в эту область отпускаем мышь и ждем нужно дождаться моем случае все успешно вы видите зеленое сообщение установка плагина успешно завершена то есть шаблон установился давайте еще все-таки посмотрим наглядно то есть вот так вот выглядел наш сайт с родным шаблоном джума далее вам нужно убедиться пройти панель управления дальше плагины дальше клику пойди два раза чтобы отсортировать вновь установленные плагины были на сам верху установился новый плагин system helix ultimate framework очень часто шаблон устанавливается вместе на борту с плагином без которого он работать не будет в данном случае он по умолчанию включился значит скорее всего шаблон будет работать но бывали случаи что плагин установился но был не включен вы переходите шаблон выбираете а он у вас не активируется то есть на сайте не применяется потому что нужно просто включить дополнительный плагин вот помните об этом такие случаи тоже бывают плагин не имеет настроек он автоматически был включен просто вам показываю что он установился вместе с шаблоном далее переходим система стиль сайта видим единственный вот этот шаблон который вместе с жума 4 да вот этот вот самый простой принципе симпатичный а вот это уже ниже шепер helix это уже новый шаблон который мы только что установили и обратите внимание его надо назначить по умолчанию до чтобы он стал активный на сайте вот эта звездочка говорит о том что шаблон по умолчанию нас является именно родной шаблон нам просто нужно кликнуть вот сюда и теперь мы переназначили шаблон уже на шепер helix идем на фронтальную часть сайта обновляем сайт видим здесь конечно не совсем кара красивую картину но шаблон поменялся helix применился а у нас здесь все потому что у нас менюшка здесь надо разбираться будет минут с меню так как здесь были установлены демо данные конечно же все модульные позиции здесь другие и здесь уже вопрос по настройке шаблона но ошибок сейчас никаких нет все установилась хорошо естественно должны понимать что здесь будет огромное количество всевозможных настроек с которыми вам придется разбираться настраивать все это это новый шаблон возможно в дальнейшем или в платном курсе будет детальный разбор данного шаблона на этом видео я заканчиваю что вы можете видеть и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok